Депрессия Депрессия выбивает человека из колеи. Но попробовать избавиться от негативных мыслей можно самому. Начать бороться с плохим настроением стоит с питания. Ведь ни для кого не секрет. Мы то, что мы едим. При этом некоторые продукты питания могут положительно влиять на эмоциональное состояние человека. Продукты питания, улучшающие настроение, то есть это те продукты, которые содержат магний. В основном, то есть эти продукты, которые влияют на выработку гормона серотонина, гормона радости. То есть продукты, содержащие магний, они способствуют расслаблению мышечной системы, способствуют снижению стрессуарного воздействия. То есть это такие продукты, такие овощи, шпинат, помимо всего прочего, орехи, бобовые. Также есть продукты, богатые цинком. То есть это орехи, грибы, которые тоже снижают стрессуарное воздействие внешней среды на организм. Помимо всего прочего, надо обращать внимание на продукты, богатые железом. То есть если человек страдает каким-то дефицитом железа, то есть раздражительность, слабость, вялость. Поэтому мы обращаем внимание на такие продукты. Это мясо, печень, бобовые продукты, морская капуста. Многие люди в период депрессии обращаются к так называемым копингам. Кто-то употребляет алкоголь, другие уходят в работу с головой, ну а третьи выбирают спорт. И неудивительно. Физические нагрузки действительно могут вернуть радость жизни. Физические нагрузки, они очень влияют на выработку эндорфинов. То есть приходите в залчик, потренируетесь, отдадите все силы тренировкам в своей физической форме. Выходите, у вас прекрасное настроение. Ну и конечно, когда человек добирает своих целей, построение фигуры, какие-то спортивные достижения, результаты, повышает рабочие веса или, допустим, меняется картинка в отражении, да, в зеркале, то, конечно же, у человека нет времени до депрессии, потому что человек уверен в себе, и человек знает в себе цену, что он добился этого сам, поэтому какая-то депрессия. Во время депрессии люди теряют цель жизни. Иногда для того, чтобы снова найти ее, нужно всего лишь начать путешествовать. Поездка за город, пикник на траве или, например, путешествие автостопом. И хорошее настроение не заставит себя долго ждать. Однажды, ну где-то года три назад, у меня у самого было отвратительное настроение, было лето, а я что-то сидел дома, залипал за компьютером, какие-то игры бесполезные и так далее. И в одно прекрасное утро меня это все осточертело, одолело депрессии, я решил, надо все бросить, сесть на велосипед и куда-нибудь поехать. В итоге это как бы дало, наверное, первый толчок к дальнейшим путешествиям. То есть я как бы открыл себе глаза на то, что путешествовать это здорово, что это может быть в каком-то роде смыслом жизни. Это путешествие, живое общение, вот это лучшие вещи, которые, в принципе, могут вылечить от депрессии. Если не удается самостоятельно справиться с подавленным настроением, то лучшим и самым эффективным способом избавиться от него станет обращение к профессионалам, например, клиническим психологам или психотерапевтам. Нужно научиться более активно обращаться за помощью именно к квалифицированным специалистам. Чем раньше мы начинаем обращаться с этой проблемой, квалифицированный специалист нас обучает тому, как с этой проблемой справиться, и тем самым предотвращаем рецидивы и заболевания. Жизнь человека не настолько длина, чтобы тратить ее на плохое настроение и депрессии. А потому уже сегодня стоит избавиться от негативных мыслей и взглянуть на мир по-новому. Тем более дольше живут именно оптимисты. Наталья Громаковская, Олег Берендеев, Александр Грачев, городской телеканал ЮТВ. Продолжение следует...